Всем привет, друзья! Я Алексей Молвит, вы смотрите канал Гаджет Пэйдж. Еще задолго до школы у родителей встает вопрос о покупке смартфона ребенку. Но как встает вопрос, ребенок сам подводит к тому, что как бы «Мам, пап, когда у меня появится телефон?» По моему опыту этот вопрос возникает, когда ребенку лет 5. Учитывая тот момент, что до этого периода у него был планшет, и как бы смартфон ему еще ни к чему. Для связи сойдет и кнопочный. Но рано или поздно ребенок пойдет в школу, и вряд ли он будет себя чувствовать комфортно с кнопочным телефоном среди сверстников, у большинства из которых наверняка будет современный гаджет. Потом смартфон – это не только устройство, отвлекающее от учебы. Это полезный гаджет для родителей, помогающий контролировать местонахождение, увлечение ребенка и его круг общения. В этом обзоре 5 лучших бюджетных смартфонов для школьника стоимостью до 10 тысяч рублей. Перед просмотром видео рекомендую подписаться на наш инстаграм-аккаунт, где мы публикуем все новые гаджеты, которые попадают к нам в руки. А затем на многие из них мы снимаем обзор. Таким образом, у вас есть возможность задать свои вопросы, а может быть и пожелания к будущему обзору того или иного гаджета. Давайте формировать контент вместе. Перечислю их по возрастанию стоимости от самого бюджетного к самому дорогому. Все озвученные цены актуальны на момент подготовки видео. Первым в списке идет смартфон, созданный специально для детей. Иной – K-Fone или Kids Phone. Его стоимость на сайте производителя – 4 990 рублей. Следующий кандидат по возрастанию цены – смартфон Xiaomi Redmi Go. Его средняя цена на маркете – 5260 рублей. Далее в списке идет Xiaomi Redmi 7A, средняя цена которого – 6490 рублей. Следующий в нашем списке – Honor 8A. Его средняя цена – 8750 рублей. Ну и завершает наш список – Samsung A10. Средняя цена практически не отличается от предыдущего – 8950 рублей. Комплектация всех моделей примерно одинаковая. Блок питания и провод microUSB. Блок питания Redmi 7A на выходе дает 2 А, все остальные – 1 А. Особого внимания заслуживает иной K-Fone, провод и блок питания которого фиолетового цвета. Помимо этого, только он имеет съемную батарею и русский язык на всех аксессуарах. Бонусом с этим смартфоном идет сертификат на 1 месяц подписки Иви, 30 детских книг, подарок от Литрес и промокод на 1 месяц бесплатного доступа к тренажеру онлайн-школы Фоксфорд. Корпус – иной K-Fone, выполненный из пластика красного цвета. Приятным бонусом в комплекте также идет цветастый силиконовый чехол. К тому же на официальном сайте можно заказать такой чехол с любым изображением. Правда, стоить это будет 690 рублей. Из представленных устройств только у него разъем для зарядки расположен в верхней части корпуса. HP IPS-экран 5,5 дюймов с соотношением сторон 18 к 9 с разрешением 1440 на 720 пикселей. Интерфейсы – USB 2.0, OTG, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0. Эта версия не поддерживает 4G, только 3G. Но у компании есть точно такая же, но с 4G. Цена на 500 рублей больше. Отверстия динамика расположены в задней части корпуса. На мой взгляд, это правильное решение. Во время игр рука не препятствует звуку. Основная камера двойная – 8 плюс 2 мегапикселя. Фронтальная камера – 5 мегапикселей. Операционная система Android 8 Go. На борту процессор MTK6580. 4 ядра Cortex-A7 с частотой 1,3 ГГц. Аккумулятор с съемной емкостью 2850 мА. 1 ГБ оперативной памяти и 8 встроенной. Есть слой для карты памяти до 32 ГБ. В версии смартфона с 4G можно использовать карты памяти емкостью до 128 ГБ. Как я уже говорил, этот смартфон специально создан для детей и родителей. Приятным бонусом для родителей идет пожизненная подписка на приложение родительского контроля «Где мои дети?». В нем есть возможность включить ограничения по времени использования в зависимости от расписания уроков. Таким образом, смартфон будет заблокирован в нужное время, чтобы ребенок не отвлекался. При этом, даже в заблокированном состоянии, ребенок может принимать и совершать звонки. Ну а если ребенок захочет скачать какую-либо игру, смартфон сначала запросит родительское разрешение и только после одобрения скачает приложение. Родители могут удаленно со своего смартфона одобрять или отклонять приложение. Также есть поминутный контроль времени, проведенного ребенком в той или иной программе, что на мой взгляд, ну очень важно. Еще можно поставить таймер, ограничивающий время использования, по завершении которого смартфон также блокируется. Через родительский доступ можно удаленно со своего смартфона, заблокировать кофон. Можно всегда посмотреть, где находится смартфон ребенка на карте и историю его передвижений. Также можно включить оповещение, когда ребенок покидает определенную территорию, например, двор, школа и тому подобное. Если ребенок после урока вдруг забыл отключить виброрежим, все равно можно дозвониться ему благодаря функции «Громкий звонок». Помимо вышеперечисленного, можно незаметно слушать звук вокруг телефона ребенка и контролировать заряд батареи. В этот смартфон предустановлена Яндекс.Алиса и большая подборка развивающих и обучающих приложений, книг и мультфильмов. Приложения родительского контроля встроены в прошивку, и ребенок не сможет их удалить. Родительский доступ возможен со смартфонов на операционной системе iOS или Android. Ну а Xiaomi Redmi Go работает на операционной системе Android 8.1. IPS-экран 5 дюймов с разрешением 1280 на 720 с соотношением сторон 16 к 9. Картинка красивая, с хорошей цветопередачей и углами обзора. Основная камера 8 Мп и фронтальная камера 5 Мп. 1 ГБ оперативный и 8 ГБ встроенный. Есть слот для карты памяти до 128 ГБ. Емкость аккумулятора 3000 мА при умеренном использовании должно хватить на один день. Из пяти представленных смартфонов он самый компактный. Корпус выполнен из матового пластика, смотрится достойно. В продаже бывает два цветовых варианта – синий и черный. Только у этой модели из представленных в нижней части экрана есть кнопки управления, но они никак не подсвечиваются. На борту процессор Qualcomm Snapdragon 425, 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1400 ГГц, видеопроцессор Adreno 308. Динамик смартфона расположен в нижней части корпуса, рядом с разъемом microUSB. Во время игры он прикрыт рукой и звук плохо слышно. Интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth 4.1, есть GPS. Смартфон работает быстро, тормозов не заметил. Анимация плавная. Следующий кандидат Xiaomi Redmi 7A имеет на борту более мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 439, 8 ядер Cortex-A53 с частотой до 2 ГГц, видеопроцессор Adreno 505. Работает на операционной системе Android 9.0, IPS-экран 5.45 дюймов с разрешением 1440 на 720 пикселей с соотношением сторон 18 к 9. Основная камера 13 Мп, фронтальная камера 5 Мп. Есть разблокировка лицом, протокол передачи данных в Bluetooth 4.2, 2 ГБ оперативной памяти и 16 встроенной, плюс слот для карты памяти объемом до 256 ГБ. Корпус этого смартфона выполнен из пластика. В продаже бывает два варианта расцветки, матовый синий и матовый черный. Динамики, как и у Redmi Go, расположены в нижней части. Габариты схожи с Kids Phone. Емкости аккумулятора 4000 мА должно хватить на 2 дня умеренно активного использования. Телефон не тормозит, не глючит, все открывается быстро и плавно. Размеры Honor 8A больше трех представленных гаджетов. Диагональ экрана 6,09 дюйма с разрешением 1560 на 720 пикселей. Соотношением сторон 19,5 к 9. На борту восьмиядерный процессор Mediatek Helio P35. Cortex-A53 с частотой 2300 ГГц. Видеопроцессор PowerVR GE8320. Протокол беспроводной передачи данных Bluetooth 4.2. Основная камера, как и у Redmi 7A, 13 Мп. Фронтальная чуть лучше предыдущей, 8 Мп. Оперативная память 2 ГБ, внутренняя 32 ГБ. Есть слот для карты памяти до 512 ГБ. Динамик находится в нижней части, емкость аккумулятора 3020 мА хватит на один день умеренного использования. Это единственная модель из представленных, со сканером отпечатка пальца и NFC, с помощью которого можно оплачивать покупки в магазинах. Как правило, все телефоны других производителей, имеющие NFC, стоят дороже. Ну и последний из представленных и самый дорогой среди них – Samsung A10. Корпус выполнен из глянцевого пластика. Бывает три цвета – красный, синий и черный. На борту восьмиядерный процессор Samsung Exynos 7 Octa с частотой 1600 ГГц. За графику отвечает Mali-G71 MP2. Диагональ дисплея чуть больше, чем у Honor 8A – 6,2 дюйма. С разрешением 1520 на 720 с соотношением сторон 19 к 9. Основная камера 13 Мп, есть режим макросъемки и автофокус. Фронтальная камера 5 Мп. Он единственный из представленных с Bluetooth 5.0 на борту. Объем оперативной памяти 2 ГБ, объем внутренний – 32 ГБ. Слот для карты памяти объемом до 512 ГБ. Аккумулятора 3400 мА также хватит на день-полтора умеренного использования. Все модели имеют слот для двух сим-карт и разъем 3.5 Миниджек для наушников, но не имеют наушников в комплекте. Об этом придется позаботиться отдельно. И у всех есть вспышка. И все же, какой из этих пяти выбрать? По большому счету, на мой взгляд, модель иной Кафон идеально подходит на роль первого смартфона для ребенка. И для спокойствия родителей. Да, процессор слабее, чем у остальных четырех представленных. Но я уверен, на начальном этапе больше и не надо. Мои чада одному 6 лет, другому 9, как зачарованные рубят в Brawl Stars. Как я понял, это одна из самых популярнейших игр для детей их возраста. И PUBG Mobile пока их не цепляет. Так вот, все представленные модели справляются с игрой Brawl Stars на ура. И возможностей иной фон и других представленных гаджетов хватит надолго. Огромный плюс это приложение с родительским контролем. Друзья, оцените это видео, вам не трудно, нам приятно. Оставляйте в комментах, какой смартфон вы считаете подходящим для школьника и почему. Заходите на наш сайт gadgetpage.ru, там всегда свежие актуальные новости, обзоры, распаковки и битвы устройств. Подпишитесь на наш канал, если еще не с нами и обязательно активируйте серенький колокольчик или пропустите новое видео. Я Алексей Молвит и канал GadgetPatch не прощаемся, до новых встреч, пока!